Ветеринары проводят окороцидную обработку животных и помещений, где они содержатся. Главный возбудитель болезни в этот сезон – клещ. И самая надежная защита от последствий его укуса – профилактика. Фермер со стажем Шамиль Исаев это отлично знает и потому вызывает вовремя ветеринаров. С наступлением жары и в период активности паразитов он ежегодно проводит противоклещевую обработку. Делаю заявку, они приезжают, обрабатывают мелкорогатый скот, крупнорогатый скот. Они приезжают, как сегодня. На фермерском подворье у Шамиля более 20 голов крупнорогатого скота. Как только хозяин заметил паразитов, тут же вызвал ветеринаров. Специалисты отмечают, в регионе особенно распространены аргасовые и пастбищные клещи. Членостоногие находят свою жертву, насасываются крови и наносят ущерб, распространяя через укуса опасные инфекционные и инвазивные болезни – демодикоз, чесотку, атодиктос и различной степени анемии. Начнем с того, что эктопаразиты, то есть существенное их поражение, поражение ими крупнорогатого скота, в частности, влечет за собой такие последствия, как снижение молочной продукции на 30-50%. То есть животные страдают от этого, могут скидывать вес очень быстро, истощаются животные. В канистрах специальную жидкость разбавляют водой. Этого вполне достаточно, чтобы обработать все стадо. С помощью насоса и антиклещевого раствора тщательно дезинфицируют всю территорию. После такого легкого душа о клещах можно не беспокоиться. Раствор опасен, но это касается только паразитов. В зависимости от пожеланий хозяина, владельца КФХ, мы предлагаем препарат, которым будет проводиться обработка. С наступлением теплых дней рекомендуется уже начинать обработки против эктопаразитов, как часто, с кратностью 4-6 недель. Переносчики заболевания опасны как для животных, так и для людей. При укусе вытаскивать насекомое самостоятельно не рекомендуется. Медики советуют сразу же обратиться в больницу. Ну а противоклещевую обработку сделают в ближайшее время во всех КФХ Сунжинского района. Хавагагиева, Магомед Доскиев, Новости 24.